МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Новости. Время местное". Мы обсуждали вопрос, связанный с совместным поиском решения, как оптимизировать наши очистные сооружения в Пангуре. Глава ЗАТО пригласил участок в Железногорском инновационном форуме финских специалистов. Приглашение Вадим Медведев сделал в Хельсинге во время рабочей поездки в Финляндию. Как он поясняет, было очень яркое солнце по встречам направлений, когда он ехал. Четыре человека с начала недели пострадали на дорогах Железногорска. Все они с различными травмами госпитализированы в клиническую больницу. На три полы выбили лукню, выпали взятки, посади семь розовых кустов под наши окна. В Театре Апереты проходят последние репетиции музыкальной сказки. Премьера «Золушки» состоится уже на следующей неделе. Глава ЗАТО пригласил участвовать в Железногорском инновационном форуме финских специалистов. Приглашение было сделано в Хельсинге во время рабочей поездки в Финляндию. В состав российской делегации от Железногорска, помимо Вадима Медведева, также вошли первый заместитель главы администрации Сергей Проскурнин, представители ИСС и ГХК. Поездку организовала госкорпорация «Росатом», специальная для участников кластерной программы. Поскольку Финляндия накопила огромный опыт в развитии инновационных производств. Чем этот опыт может быть полезен Железногорску? На этот вопрос Вадим Медведев рассказал в программе «Тема». Очень большой опыт накоплен как раз в коммунальных решениях. Для нас они важны. Мы обсуждали вопрос, связанный с совместного поиска, решение, как оптимизировать наши очистные сооружения в Подгорном. Они построены, так сказать, с излишним масштабом. Такие они не нужны. И как можно ли их провести реконструкцию с минимальными затратами, мы этот вопрос предлагали обсудить нашим коллегам в Финляндии, соответствующим профессиональным структурам, организациям. И пригласили их уже с их мнением для обсуждения здесь, в Железногорске, 30 ноября на инновационном форуме. Какой еще финский опыт, что может пригодиться Железногорску, заинтересовал главу города? Об этом завтра в программе «Тема». Она выйдет в эфир в 19.30 на телеканале «Енисей». С начала недели на дорогах Железногорска пострадали 4 человека. С различными травмами все они госпитализированы в клиническую больницу. Первое происшествие произошло накануне около двух часов дня в поселке Заозерный. Водитель «Тойота Гая» на перекрестке равнозначных дорог не пропустил приближающийся справа автомобиль «Тойота Ипсум». В результате столкновения пострадал водитель «Ипсума». Тремя часами позже водитель «Вазовской шестерки» в районе автобестро на улице Южная сбил двух пешеходов. Супружеская пара перебегала проезжую часть в неположенном месте. В итоге оба оказались на больничной койке. Водитель заявил полицейским, что он не увидел пешеходов. Рассказали сегодня в госавтоинспекции. Во время движения его отвлекло, ну, скажем так, как он поясняет, было очень яркое солнце во встречном направлении, когда он ехал. То есть, и здесь он, трудно ему сказать, видел пешеходов, пока не видел. То есть, вот такие факторы указывают на сводителя. А сегодня утром под колеса иномарки попала пенсионерка. 63-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу в районе воинской части 33-77. Медики диагностировали у пострадавшей ушибы и сотрясение мозга и госпитализировали ее в травматологическое отделение. Дорожные полицейские в условиях ограниченной видимости и гололеда просят участников движения быть предельно внимательными. Хочется сказать, что в ноябрь месяц, сами видите, у нас перепад температур положительный, отрицательный. Естественно, нужно учитывать погодные условия, дорожные условия. Ну и в темное время суток мы уже обращались к водителям и к пешеходам. Все-таки нужно более внимательно и управлять автомобилем, и переходить в проезжую часть. В первую очередь нужно заботиться, прежде всего, о себе самим. Сегодня по плану краевого оперативного штаба в Железногорске прошла проверка готовности к проведению антитеррористических мероприятий. Тренировка силовиков длилась около трех часов на улицах города и во дворах. На практике отрабатывались теоретические знания. На жизнедеятельность города учения не повлияли. С космодрома Байконур сегодня успешно запущен спутник Железногорской космической фирмы. «Радуга-1М» – военный спутник связи третьего поколения. Он позволит устанавливать надежную связь с подвижными станциями, включая труднодоступные горные районы. Железногорские старшеклассники провели умные и творческие каникулы. На базе детского лагеря «Орбита» в дни школьных каникул проходила выездная интенсивная школа. В течение трех дней 45 ребят из девяти городских школ углубленно занимались математикой, физикой, обществознанием, экологией. Руководитель молодежной площадки третьего инновационного форума Станислав Шапочкин рассказал школьникам, какие технологии сейчас распространяются в мире и какие профессии в ближайшем будущем будут востребованы. С 14 по 16 ноября в Железногорске пройдет открытое первенство города по кикбоксингу. Победители определятся в двух дисциплинах – «Семиконтакт» и «Лайтконтакт». Соревнования пройдут в спорткомплексе «Труд». Трое одиннадцатиклассников Железногорска стали призерами школы-лидеров 2013 Центрального района Красноярского края. Елизавета Корнилова и Владислав Леонов из 106-й стали победителями по естественно-научному и физико-математическому направлениям. А Максим Остапенко, учащийся 102-го лицея, по гуманитарному. В течение двух дней ребята выполняли задания, общались с экспертами, принимали участие в интеллектуально-творческой интерактивной площадке. Погоня в центре Железногорска. Накануне днем дорожные полицейские около 15 минут гонялись за «Жигулями» первой модели. Копейка привлекла внимание госавтоинспекторов на выезде из больничного городка. Машины, по словам полицейских, управляли неуверенно. При выезде водитель не показывал знаков поворота. Пассажир на переднем сидении не был пристегнут ремнем безопасности. Полицейские неоднократно просили водителя копейки остановиться, но на требования госавтоинспекторов он не реагировал. Гонщик продолжил движение по улице Кирова, снова повернул в больничный городок, затем выехал на молодежную и свернул во двор 13-го дома. Проехав по дворам, гонщик остановился на молодежной 9-я. За рулем «Жигулей» был 16-летний учащийся 10-го профлицея, который, не имея прав, взял папину машину и поехал кататься по городу. Отец в это время был на работе. Писать заявление об угоне отец не стал. В полиции составили административный протокол. Юному водителю грозит штраф до 15 тысяч рублей. Скорее всего, оплачивать его придется отцу, владельцу машины. Ну и долго мы кататься здесь будем. Останавливайся. Железногорский молодежный центр формирует отряд добровольцев. Школьников и студентов будут обучать волонтерским навыкам. Сегодня в городе уже есть небольшая группа ребят, которые безвозмездно помогают в проведении спортивных, культурных мероприятий и праздников, рассказывает специалист по работе с молодежью Татьяна Одинцова. Однако в центре считают, что добровольческий отряд в Железногорске необходимо значительно расширить. Мы хотим в перспективе сколотить такой отряд, который бы выходил на социальное волонтерство. То есть это не просто сопровождение мероприятий уже, а это более такая высокая ступень, когда уже дети начинают помогать тем группам людей в Железногорске, которым нужна действительно помощь. То есть это пенсионеры, это дети-инвалиды. Для будущих волонтеров в молодежном центре проводят специальные тренинги. Занятия проходят каждую среду с 8 до 9 вечера и приглашают всех желающих. Полицейские оперативно раскрыли кражу денег с банковской карты. Железногорец заявил в полицию, что из салона его автомобиля пропала карта, и с нее уже списано около 300 тысяч рублей. Пропажу мужчина обнаружил, когда собрался в магазин за покупками. В банке ему сообщили, что за два дня с его счета была снята крупная сумма. В ходе расследования полицейские установили, что потерпевший недавно оставлял машину на автомойке. Личность подозреваемого в краже установили быстро. Хищение совершил один из сотрудников автомойки. Используя пин-код, который хранился рядом с картой, в течение двух дней он снимал деньги в разных банкоматах. Часть средств отдал своим знакомым в счет погашения долгов. А более 100 тысяч рублей сотрудникам полиции все же удалось вернуть. В отношении ранее несудимого автомойщика возбуждено уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Вымой полы на три полы. Выбили кухню, выпали грядки, посади семь розовых кустов под нашими окнами и намели кофе на двадцать семь недель. Знакомая с детства история о добре, любви и потерянной обуви. Железногорский театр оперетты ставит музыкальную сказку «Золушка». Как говорит главный режиссер театра Антон Лободаев, история будет интересна и малышам, и их родителям. Тем более в основе постановки – хорошо известный фильм. Я нашел произведение киносценария Шварца. Известный фильм был снят по этому сценарию. Мне показалось, этот материал интересен. Очень много крылатых фраз, которые знают многие. И захотелось поставить вот эту такую добрую, теплую сказку. По словам режиссера, сюжет знакомой сказки остался прежним и практически полностью повторяет фильм. А вот музыкальную часть написали специально для Железногорской постановки. Правда, один бесспорный хит в сказке все же остался. Характеры персонажей немного изменились. Тем не менее, образы навеяны классическим фильмом. Ирина Чеканова, исполняя «Мачеху», вспоминает Фаину Раневскую и с удовольствием вживается в роль. Конечно, держится в голове этот образ. Это великая актриса, и поэтому это моя любимая актриса Фаина Раневская. Это характерная все роли. Я люблю, когда есть, даже пусть негативный какой-то такой характер, пусть не очень добрый. Но когда есть смена, вот это вот происходит от доброго к злому, как говорится. Мне это все нравится. Премьера сказки о Золушке состоится уже на следующей неделе. Спектакль покажет в городском дворце культуры, ДК «Юность» и в центре «Досуга». Спонсор прогноза погоды Красноярская частная клиника красоты «Эфи». В среду, 13 ноября, синоптики обещают облачную погоду, временами снег. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Температура воздуха днем от минус 3 градусов до нуля, ночью 0, минус 1. «Эфи» на пути к совершенству. Новости. Время местное. Телефон для вашей информации 74 66 22. Субтитры создавал DimaTorzok